Здравствуйте! Это канал Ворота своими руками, и в этом видео мы покажем, как собирать и устанавливать зубчатую рейку для откатных ворот. Мы подготовили для вас полезный подарок. Если вы хотите получить дополнительно 1 метр зубчатой рейки при покупке автоматики для откатных ворот, подпишитесь на наш канал. Оставьте комментарий под видео, из какого вы города, и перейдите по ссылке под видео. Собираем зубчатую рейку. Хотел вам показать, что рейка имеет яйцеобразные, где овальные отверстия. Они нужны для регулировки дальнейшей рейки. Мы берем вот такие вот, где бабушки, вот они. Выкручиваем болтик. Я хотел ваше внимание обратить, что бабушку надо прикручивать вот так, вот так, видите? Не вот так, как прокручивать некоторые, а вот так. Для чего? Здесь вот это место приваривается к воротам, поэтому оно ширенное, толстенькое идет. Обязательно болтик рейки не вниз ставим, а вверх, вот так вверх, и закручиваем до конца. И таким образом мы собираем все рейки. Кому 4, кому 5, кому 6, кому там 10 надо. Это все зависит от проема. Приступаем к монтажу самой зубчатой рейки. Приложим зубчатую рейку к месту приварки. Я ее выставляю примерно от края, от края самого мотора до бабушки 8-10 сантиметров. Делаю метку на воротах, там где будет стоять бабушка первая. Первой я буду прихватывать среднюю бабушку. Переставляем рейку таким образом, чтобы средняя бабушка попадала на шестеренку. Над шестеренкой стояла. Вот таким образом. И теперь, так как наша бабушка сдвинулась первая, мы сдвигаем сами ворота к этой бабушке. Видите, пометки выставляем, попадаем. После этого мы прихватываем среднюю бабушку. Почему я всегда приварю первую бабушку? Это среднюю бабушку на первой рейке. Для того, что нам надо сыграть высоту. Высоту поймать как на весах. Мы имеем центр. Теперь мы точно выставим вот она, видите, как ходит. Чтобы у нас такого не было, чтобы мы ее вот так приварили. А здесь задрата получается. Или наоборот, там задрата, а здесь внизу. То есть метод от весов. Вот мы первую бабушку прихватили среднюю. Теперь мы переводим ворота в ручной режим с помощью ключа, который поставляется в комплекте. Вот такой вот ключик. Ставим его, попадаем по шлицам обязательно. И поворачиваем против часовой стрелки. После того, как мы перевели в ручный режим, приоткрываем ворота до конца. Вот возвращается бабушка у нас. И ставим ее в самый низ, чтобы она легла на саму шестеренку. После этого мы проподнимаем рейку на один-два миллиметра от шестеренки. Вот так, чтобы был зазорчик между рейкой и шестеренкой. Видите, шатается. Значит, есть зазорчик. И в таком положении прихватываем первую бабушку. Сдвигаем ворота вперед, закрываем. Так же само опустили до самого низа вниз, до самого упора. И после этого приподнимаем на один-два миллиметра, чтобы был зазорчик. И делаем прихватку. Первую рейку мы выставили. Теперь мы прикрываем ворота и приступаем к монтажу второй и третьей, четвертой рейки. Они выставляются чуть-чуть по-другому. Мы приступаем к установке второй рейки. При установке последующих реек нам очень важно соблюдать шаг зубья. Для того, чтобы соблюдать шаг зубья, мы будем использовать еще одну рейку. Подложим рейку, под установленную нами уже тоже рейку. И опускаем саму рейку, соединяем их полностью. И после этого прихватываем первую бабушку второй рейки или третьей, ну, последующих реек. Мы прихватили первую бабушку на второй рейке. Теперь будем прихватывать третью. Для этого мы должны опять-таки не забывать о очень важной детали. Зазор между рейкой и шестеренкой. Приподнимая ее на один-два миллиметра вверх. Вот опустили и приподняли на один-два миллиметра вверх. И теперь прихватываем среднюю. Мы установили вторую рейку. Все последующие рейки устанавливаются точно так же. И не забывайте соблюдать шаг зубью. И высоту между шестеренкой и самой рейкой. Прихватываем. Ну, вот они также включатся.